Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас обзор новинок 23-го года от компании Cadence. Это ручка для подсачника штекерного соединения и лесочная, соответственно, голова к ней универсальная. Ну, начнем с ручки. Значит, как я сказал, соединение штекерное. Стыки в критических местах усилены. Сама обработка и качество материала самого просто изумительное. То есть, все отпилы, все стыки, никаких неровностей. Просто ювелирная абсолютно работа. Приятно очень держать в руках. Ручка имеет такое матовое, достаточно приятное очень к руке покрытие. То есть, она вроде бы и не выскальзывает из рук, даже если будет вода на ней, да? Но в то же время она и не тормозит. То есть, вы можете одной рукой в случае чего подкатить под удилище, под фидер, ну, под рыбу, соответственно, подвести. Крайне важный момент, это вот такие клинкапы. То есть, вы про песок в стыках можете забыть. Сами понимаете, самая беда, это когда песчинка попадает, и вы соединяете, да, одно колено, понимаете, да, одно колено в другое. Ну, соответственно, попадает песок, и у вас он работает как стеклорез, и, скажем так, скорее всего, стык придет в негодность. Здесь он сломается. Здесь клинкап, как на штекерном удилище, он все вынимает, все прочищает, и у вас заход получается просто прекрасный. Значит, ручка снабжена, соответственно, втулкой с еврорезьбой. Стандартный под любые головы сюда подходит, то есть выбирать не надо, все у вас сюда подойдет. Значит, два варианта длины. Это два с половиной метра. Но здесь места мало. В общем, вот в таком виде. Да, два с половиной метра и, соответственно, 4,20. Второй вариант, да. Два комля, за которые вы можете держаться, они покрашены. Сейчас я ее взвешу. Посмотрим вес. Значит, давайте вес, наверное, в варианте два с половиной. 186 грамм. И в варианте 4,20 общий вес 378 грамм. Ну, я считаю, что это очень даже прилично. То есть прилично в плане хорошо, это не тяжело. Далее. Транспортная длина. Транспортная длина у нас 167 сантиметров. Диаметр в месте хвата, давайте я, наверное, измерю вот здесь. Значит, толстого самого колена ровно 30 миллиметров. И, соответственно, второго комля, который на 2,5 метра, 26,5 миллиметров. Так, давайте тогда сейчас их разложим. А пока не разложили, я еще скажу, что они идут, все ручки идут вот в таком тугусе жестком. И, соответственно, в чехольчике Cadence. Ну, чехольчик дешевый, такой, ну, выглядящий, да. Но, тем не менее, надежный чехол, транспортировочный. Я, скорее всего, в нем его мало, их, ее ручку, мало кто будет возить. Значит, и вот такая универсальная голова, лесочная. Как я, сколько я просил, чтобы привезли именно такую голову. Потому что, с моей точки зрения, это идеальная голова, которая должна быть. И вообще, которая должна применяться. Я ловлю, ну, практически только на такие головы использую. Почему? Первое, она легкая. Второе, это она снабжена поплавком из неопрена. То есть, не надо будет, она, как бы, сама, в общем-то, не погружается, а плавает. Очень удобно одной рукой управлять. И, в-третьих, это лесочная, или сама леска. То есть, крючок за нее не путается, как за материал сам, да, синтетический какой-то. Соответственно, ячейки достаточно крупные в леске. И вы можете ей совершенно спокойно работать. В случае чего, если нужно где-то подвинуть под водой, да, подвести к рыбе, там, чуть отодвинуть вправо-влево. То есть, потоки струи воды проходят совершенно спокойно, да, через эту леску, через эти крупную ячейку. И ручку в подсачник в воде двигать удобно. То есть, сопротивления практически никакого нет. Тем не менее, это и голова сама универсальна. То есть, вы можете ей под лещикой, леща, и карася, и карпа принимать совершенно спокойно. То есть, никаких вопросов здесь не возникнет. А если вы ловите на удочку, и дробинки от оснастки туда попали в эту сетку, то есть, вы, соответственно, аккуратненько тоже ее извлекаете, эти дробиночки. Если крючок зацепился от рыбы, точность также легко это извлекается. Поэтому отличная голова, надежная, правильная по диаметру. Диаметра я сейчас измерю специально. Значит, по длине 50 и по ширине 40. 50 на 40, ну, универсальная голова, которая, в общем, подходит под рухпозного карпа, да и, в общем-то, под все. Ну и глубина, соответственно, да. Я не очень люблю головы, которые глубина слишком маленькая, потому что рыбка, бывает, выпрыгивает, особенно крупный лещ, когда заходит, да, в его... А здесь, как бы, вот то, что надо, да. Для многих, некоторых, наверное, покажется, что слишком глубоковато, да. Но, с моей точки зрения, если мы говорим именно об универсальной голове, с которой вы ездите на все рыбалки, это вот то, что надо и по глубине, соответственно, да, и по ободу самому, да, по диаметру. Ну, вот глубину я измерю сейчас вот до этой черной ленты, отметочки, потому что дальше она еще глубже. Можно, если она вытягивается дно, ну, соответственно, до дна. Вот, измеряем. До дна 46. В общем, сейчас разберем ручку и тогда уже посмотрим под нагрузкой, как она, да, построена, сколько изгибается и так далее. Друзья, ну, вот, смотрите, 4,20 длина. Показываю вам даже торец. Сейчас положил я килограмм прикормки, ну, сами понимаете, килограмм прикормки – это приличный вес. Ну, вот, подальше вам возьму, чтобы изгиб показать. Видите? Ну, вот, жесткая палочка, никаких вопросов не вызывает. Сейчас на 2,5 метрах подвозим к себе. Отсоединяю колено. И вот мы получаем 2,5 метра. Ну, вот, то же самое. Вполне жесткая, практически не прогибающаяся. Ну, в руках на 4 метрах она немного тяжеловата, но не критична, да. Ну, на 2,5 вообще пушинка, в общем-то. Друзья мои, ну, посмотрели, как вы видите, на 4,20 все-таки, ну, с моей точки зрения, немного тяжеловато, конечно, в руках. Но это одна сторона медали. А вторая сторона медали, что эта ручка универсальна, да, и она вселяет уверенность. Поэтому совершенно спокойно можно на карпа ходить, потому что если брать ручки, которые более легкие, ну, они, соответственно, будут более дорогие, и про крупную рыбу можно по большому счету с ними забыть. То есть все-таки это ручки спортивные больше будут, да, и относятся они к ловле мелкой рыбы. Ну, средняя мелкая рыба, но никак не крупного карпа там, или даже рыбхозного карпа. Поэтому в варианте 4,20 мощная, надежная, хорошая ручка, чуть-чуть тяжеловатая, конечно, в руках, да, на 2,5 просто шикарно. Напоминаю, что мы являемся, и магазин Multifish, соответственно, является официальным магазином компании Cadence. Фактически у нас здесь есть вся продукция этой компании, поэтому это и фидера, и матчевое удилище, и спиннинги абсолютно все, поэтому катушки. Поэтому кто любит эту фирму, а ее действительно есть за что любить, продукция во многом качественная. Подходите, приезжайте, покупайте, приходите смотреть в розничный магазин, заказывайте через интернет-магазин Multifish. Мы доставляем и в Россию, и в Беларусь, и в Казахстан, проконсультируем с радостью по любым вопросам об этой продукции. Да, я как разработчик удилища не Cadence сейчас, да, но, скажем так, я прекрасно понимаю, с чего они сделаны, как они сделаны и так далее. То есть могу вам донести достаточно, ну, стопроцентную информацию по любому продукту, да, по любому удилищу от этой компании. Напоминаю, что все покупатели нашего магазина получают бесплатно две запчасти в год в период действия акции. Условие два – это покупка у нас в магазине удилища, и, соответственно, подписка на минимум на три социальные сети – это ВКонтакте, Телеграм, канал и Ютуб. Далее, если вы даже по собственной вине сломали, вы пишете заявление, когда мы объявляем об этой акции. Заявление имеется в виду просто в произвольной форме на почту магазина, что я такой-то сломал, вот такой-то номер заказа тогда-то у вас покупал, прошу предоставить запасную часть. Мы, соответственно, вам высылаем, если вы не в Москве, тоже за наш счет для вас бесплатно эта отсылка. Ну, и, соответственно, либо если в Москве, вы можете приехать сами забрать. Подписывайтесь на социальные сети обязательно, покупайте Multifish. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok